Что можно делать с мячом? Кататься на самокате, положить его под голову и греться на солнце. Эффективно подкачать пресс. Мяч может составить вам компанию в кафе. С баскетбольным мячом можно получить все 33 удовольствия. Но самые незабываемые эмоции вы испытаете, когда мяч в руки возьмут профессионалы. Мы говорим го, вы говорите баскет. Всем привет, друзья! С вами Саша и Слава. И мы приветствуем вас на федеральной территории Сириус. Год назад кто-то бросил монетку в море, и мы вернулись на полный состав, чтобы разыграть второй Сириус Кап и, конечно же, провести тандем в динлайн чемпионата России 3 на 3. Впереди три игровых дня, и нам уже не терпится начать. Год! На Сириус Кап приехал действующий, пока единственный обладатель трофея, это Бианорд Про, а также еще семь претендентов на аналогичную награду. Вот они все. Так как турнир стоит особняком от основного чемпионата, каждая команда может выдать сенсацию, потому что нужно показывать себя прямо здесь и сейчас. Сириус Кап укореняется в системе соревнований 3 на 3, а вы здесь сразу двумя составами. Какую значимость придаете этому турниру? Ну, во-первых, мы очень рады здесь оказаться. Тут очень большая конкуренция, и каждый матч получаем бесценный опыт в плане игровой практики. Ну и приехать сюда, чтобы каждая команда ставит перед собой высокие задачи. Продолжение следует... Это очень значимый турнир. У нас не так много международных, а тем более в России, когда приезжают сюда, когда в таком классном месте крутые иностранные команды. Ну, это турнир один из самых значимых у нас в году. Как оценишь состав участников и обострилась ли конкуренция в этом втором розыгрыше? Конкуренция, конечно, обострилась. Вот сейчас 8 команд всего. Я, по-моему, мне кажется, в прошлом году было 9. Одно меньше, но с другой стороны все участники, все игры вот на данный момент были равны. Посмотрим, конечно, как будет дальше. Но это уже большое достижение проводящей стороны, что такие команды присутствуют здесь. Мы сейчас разговариваем после овертайма, который уже говорит, что на одногрупповом этапе уже все мощно. Да, конечно. Тут одна команда из группы просто вылетает и не проходит в третий день. Поэтому тут нету проходных игр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!